друзья всем привет из наших любимых кучу гур приехали отдохнуть сюда еще раз примем грязевые ванны искупаемся в море и прежде чем начнем нашу прогулку ставьте лайки балалайки подписывайтесь на канал и теперь отдыхайте тоже с youtube каналом папа может начинаем а и приехали в кучу гуры такое вечернее видео у нас получилось сегодня были в станице тамань кто не смотрел можете посмотреть обязательно этот обзорчик из чего начнем сегодняшнюю прогулку конечно же со столовой мы сегодня даже не обедали семейная столовая прошлый раз сюда заходили нам понравилось в общем здесь и будем ужинать с голодухи набрали еды в общем вашему вниманию наш ужин обед это крошечка пицца пюрешка половинка что это котлета еще котлета куриная с макарошками три хлеба два компота два кофе еще отдельно взял три чебурека чебуреки по 60 рублей 2 сыром взял 2 с мясом и весь этот обед кроме чебурека вышел 500 534 рубля приятнейшего нам аппетита наелись даже больше скажу объелись спасибо этому дому пойдем другому принципе нужно искать местечко где же мы будем сегодня ночевать но сначала хочу запустить прямой эфир естественно если вы смотрите это видео прямой эфир уже давно прошел на всякий случай если пропустили ссылочку оставлю в описании под этим видео ну а дальше будем раскидывать палатку и все самое интересное наверное будет уже завтра оставайтесь с нами удачно провел стрим в общем всем зрителям все понравилось показал все что увидел ну заехали переместились расположились ровно на том же месте где останавливались прошлый раз подробнее конечно покажу более светлое время суток нашу палатку и все в окрестностях и чем мы продолжим столь романтический вечер конечно же чаем горячим чаем ждем пока нагреется закипит у нас такая есть грелочка газовая чтобы не париться там костер разводить и так далее ну и будем наслаждаться чаепитием под шум волн насладитесь со мной этой вечерней романтикой мы уже готовимся к сну точнее все уже спят я последний из магикан но глаза все честно залипают уже еще раз напомню повторюсь завтра будет самое интересное у нас планах посетите грязевой вулкан и на море искупаться ну это будет завтра на сегодня спокойной ночи доброе утро страна мы проснулись настроение бодрячком ночью в принципе не могу сказать что холодно спалось нормально то есть легкую курточку в которой ложился спать ее снял было жарко и так просто не укрылся нормально а с утра когда солнце встало так вообще припекает как в бане здесь и такой довольно сегодня прохладный ветерочек ну будем вставать надо завтрак готовить собираться у нас целое путешествие сегодня запланировано прежде чем начнем завтракать как обещал хочу показать вам ту самую поляну где мы расположились кто не смотрел мое прошлое видео скуча бур значит машину мы поставили там на самом верху он затем деревом которая виднеется дальше такой спуск ну примерно это метров 70 каких-то до самой нашей палатки то есть немного пришлось пронести вещи руками ничего страшного не так много вещей дальше такие ступеньки цивилизованные и вот она красавица наша палатка особенность этого места то что ветер дует а ветер как видите сильный сегодня а внизу просто даже салфетки не улетают как-то такие завихрения получаются в общем идеальное место для кемпинга покажу вам сейчас море которое сегодня вообще не радует надеюсь все таки утихнет немного ветерок ну и конечно же уже готовим завтрак на завтрак у нас будет яичница с салом наше любимое блюдо на завтрак до серёга х серёга арбузик уже точит во все вкусно кстати вот такие маленькие арбузы купили на трассе когда ехали все у нас от 10 рублей килограмм просто пушки а не арбузы сладкие заслуживает лайка арбузы как она аппетитненько шкварчит сейчас добавим помидорку это просто мой фирменный рецепт получается добавляем все это дело на наше сальцо сразу помидорку посолить надо сейчас она покушится немного и закинем наши яички это обложил ветер все-таки задувает пламя плохо очень грелась сейчас нормально зашкурчала оба оба на ну а теперь это дело накрываем крышечкой и конечно же ждем ах как она аппетитненько а сейчас немного подсолить надо такой ответственный момент главное не переборщить с этим и конечно же немного поперчить ну и все готово выглядит очень аппетитненько а значит приятного нам аппетита сейчас будем завтракать самое время выпить горячего бодрящего утреннего кофе а хотя уже на часах 10 часов утра надо собираться двигаться вперед приключениям но сначала попьем кофе а под завораживающий шум волн люди кстати прибывают на пляж потихонечку друзья сейчас будем с вами наблюдать взлет параплана интересная штука есть такая услуга такая развлекуха в кучу гурах а сколько стоит вообще 2010 минут три тысячи 20 минут а по тут прямо погода такая подходящая сегодня полетать на ветру и все полетел короче говоря хватит лясем трясем болтать тут без дела собираем вещи и двигаемся на грязевой вулкан собрали палатку сложили вещи все отнесли присядем на дорожку посидели ну а теперь вперед приключениям переехали к долгожданному вулкану могу однозначно сказать как обычно здесь очень даже многолюдно много машин припаркованных но как ему проехать объясню на пальцах то есть как взять и в кучу гуру упирайтесь в море поворачивайте налево и едете 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 будет одна тройная развилка на три дороги поворачивайте на правую дорогу и примерно метров через 200 будет вот эта самая парковочка а вон тот самый грязевой вулкан виднеется вдалеке ну людей меньше конечно в нем купаться чем припарковано и мелел за последнее время до глубина его ушла наверно ну сантиметров на 70 минимум если не на метр даже когда заходили прям вот так было прошлый раз это каких-то 3-4 недели назад что-то случилось каждый в общем купается по чуть-чуть на себе уносит вся эта грязюка получается в море ну а так кроме шуток конечно хороших дождей уже давно не было вот так даже вулканы милеет ну что будем раздеваться пойдем купаться принимать грязевые ванны у нас все готово готовы нырять вместе с нами начинаем как говорится ну однозначно скажу что какая-то грязь очень густая даже погрузиться не получается И вылазить однозначно тяжелее как-то. Максимум усилий. Дубль номер два. Панзай! Вот это я называю настоящая жесть. Ну что, а теперь пойдем обмываться на море. Не будем долго здесь задерживаться. Говорят, что более 15 минут нельзя принимать такие грязевые ванны, потому что можно омолодиться сразу на больше, чем тебе есть. В общем, будешь вот таким младенцем. Так что двигаемся на море. Мы как жители юга вообще мало себе представляем, что такое снежки. Зато с точностью знаем, что кроме снежков можно поиграть еще и в грязьки. Примерно это выглядит вот так. Идем обмываться. Маленький лайфхак. Если приходите в Кучугуру на этот грязевой вулкан, то берите с собой какие-нибудь запасные тапочки, что-то в этом роде, потому что ходить по такой грязи, то есть она обсыхает, обсыхает. Ну почти что по щебенке приходится идти. Такие же ощущения. Лучше в старых тапочках, а новые не берите, потому что они обязательно порвутся. Сколько приезжав в Кучугуру, никогда не обращал внимания вот на это самое озерцо. Здесь тоже можно отмыться, но купаться в озере, если честно, не особо охота, поэтому здесь, по-моему, только руки. Те, кто приезжает в Кучугуру, не знают, что если пройти чуть дальше, то море будет и берег гораздо лучше, чем здесь. То есть здесь сплошные острые камни, ракушки и так далее. Мы-то люди бывалые, мы пойдем на тот пляж. В результате шторма на берег повыносило помимо ракушек еще и много-много мидий. Из них попадаются даже живые, так что здесь с голода точно не пропадешь. Можно и деликатесами морскими попитаться. И также покажу сам этот берег. Посмотрите, это просто клантайк для любителей поделок. Сколько здесь различных ракушек. Но вот ходить по ним не совсем удобно. Чувствую себя каким-то настоящим йогом. А делать нечего, нам двигаться дальше надо. Продолжение следует...